Кузнец горы Демирджи. Спуск с Ангарского перевала на южный берег. Дорога извивается змеей. С левой стороны все время от подошвы до вершины видна гора Демирджи. После Четырдага это самая красивая гора в Крыму. Говорят местные жители. Сколько часов имеет день? Столько раз меняется ее цвет. Будто радуга переливается по ее склонам. Днем. Когда все залито солнечным светом. Можно заметить на горе скопление глыб. Словно великан отрывал их от вершины и складывал в кучу. На стороне. Обращенной к долине. Видны каменные колонны. Сказочные фигуры. Не то люди. Не то животные. Стоят эти причудливые изваяния рядом с обыкновенными скалами и как бы спрашивают. Узнайте. Кто мы такие? Как мы попали сюда? О них старожилы рассказывают множество легенд. Вот одна такая легенда. В далекие-далекие времена хлынули на Крымскую землю орды завоевателей-кочевников. Были они коренасты. Длинноруки. Лица круглые. Глаза маленькие. А взгляд свирепый. Как огненная лава. Растекались они по степям и горам. Гарь. Дым. Смрад стлались за ними. Не покорились пришельцам крымские жители. Храбро встречали врагов. Немало истребили они незваных гостей. Поубавили их спесь. И чем дальше вглубь полуострова двигались завоеватели. Тем больше нужды в оружии испытывали они. И дошли они до горы. Которую местные люди звали Фунна, дымящаяся. Поднимался с вершины ее столб дымящегося огня. Всегда светло было вокруг горы. Славились окрестные жители кузнечным искусством. Немало умельцев жило в селении у подножия горы. Трудясь в своих маленьких кузницах. Первый горн в этих местах люди зажгли от огня с вершины Фунны. И часто в народе эту гору звали по-другому, Демирджи. Что значит кузнец. Собрались вокруг горы военачальники завоевателей. С удивлением смотрели на ее окутанную дымом вершину. Лучший горн где найдешь. Сказал старший. Тут будем ковать себе оружие. Он подозвал человека, который выделялся своей внешностью. Был он высок. Широкогруд. Имел длинную черную бороду. В ней велись серебристые нити. Глаза большие. Красивые. Смотришь в них, оторваться трудно. А на душе, страшно. Кто хоть раз видел этого человека. Не мог забыть ни его могучего тела. Ни его тяжелого взгляда. Сказал старший военачальник Чернобородому несколько слов. Отошел тот быстро. Позвал с собой несколько воинов. И пустились они к селению. Захватили они там с десяток жителей. Заставили отвезти себя на вершину горы. С той поры начали получать завоеватели новое оружие. Ковал его на вершине Чернобородый человек. Кузнец. Устроил он там гигантскую кузницу. Целыми днями гора гремела. Ввалил дым. Плясало пламя. Разносились стук и звон молотов. Гора дрожала. Сабли. Копья. Доспехи. Щиты. Топоры. Все. Это везли и везли армии завоевателей. И потому. Что Чернобородый обладал какой-то тайной силой. Сталь с горы получалась такая. Что рубила любую другую. А сама даже не зазубривалась. И этим дьявольским оружием всех уничтожали завоеватели. Обезлюдили окрестные поселения. Самые сильные мужчины были уведены в кузницу. Там ковали они оружие для порабощения своего народа. Закованные в цепи. Работали до изнеможения. Расковыряли жерла горы. Увеличили силу поднимавшегося из нее огня. Высекли из скал огромные колонны. Покрыли их навесом. Гибли они от непосильного труда. От голода и лишений. Пылавшее пламя сушило землю. Иссекали родники. Мелели речки. Перестал родиться виноград. Чахли плодовые деревья. Приближался конец всему живому вокруг горы. Возле фунны не уставало ходить с косой смерть. Все новых и новых работников требовал чернобородый кузнец. Все больше и больше гибло их на вершине горы. Собрались старейшины нескольких деревень. Чтобы обдумать. Как же избавиться от страшного соседства. Как потушить адскую кузницу. Чтобы перестала она ковать оружие. Сеящее в мире разрушение и смерть. Отрядили они самых уважаемых. Послали к кузнецу, просить его уйти с горы. Долго их не было. И вдруг доставили с фунны еще горячий кувшин с пеплом и остатками человеческих костей. Хорошо поняли в селении. Что хотел сказать им кузнец. И замерло все кругом в большом горе. Тогда одна девушка, Марии, звали ее, решила поговорить с господином огня. Тихонько пробралась она мимо стражи. Чуть заметными тропками добралась до огромной кузницы. Мрачную картину увидела она. Под навесом клокотали огнем десятки горнов. Гудели меха. Искры разлетались яркими снопами. У наковален стояли полуголые люди. Били молотами по раскаленному железу. В углу на груди железа лежал мертвый человек. Мария узнала своего соседа. Который совсем недавно был взят на гору. Дождалась она. Когда появился чернобородый. И подошла к нему. Слушай меня. Чужой человек. Сказала она. Кузне соглядел ее хищным загоревшимся взглядом. Чего ты хочешь? Я прошу тебя, не губи ты людей. Уходи отсюда. Засмеялся чернобородый. Нет. Не уйду я. Зачем мне уходить? И тебя здесь оставлю. Ты будешь моей. Он протянул руку к девушке. Оттолкнула она его с безумной силой. Упал он возле горна. Опалил волосы. Одежду. Взвыл звериным воем. В неудержимой злобе схватил только что откованный кинжал. И пала Марии бездыханным трупом к его ногам. Старая седая гора не выдержала такого злодейства. Дрогнула она от основания до вершины. Зашатались устой. На которых держался навес. И рухнули на горные наковальни. Шире раскрылось жерло горы. И провалились в его раскаленную глубину чернобородый вместе с его помощниками, пришельцами. А те, кто был из долины, словно ветром были подняты высоко в небо и плавно опущены к своим хижинам. Когда потухло пламя, улеглась пыль, долетели до подножия обломки скал, стало видно снизу необычайное зрелище. На склоне горы выселись каменные изваяния неведомых чудовищ, то были уродливые подобия кузнеца и его подручных. А на самом высоком месте горы, если смотреть с долины по дороге к морю, появилась скала, похожая на женскую голову. Она напоминала всем поселянам о девушке Марии, последней жертве жестокого кузнеца. И от тех времен потухла фунна. Не стало видно огня над ее вершиной и было забыто людьми давнее имя горы, дымящиеся. Но запомнил народ все пережитое и закрепил за горой новое имя, Демирджи. Что значит кузнец? Субтитры создавал DimaTorzok